Ситуация на дорогах по-прежнему остается острой. Количество аварий, в которых гибнут люди, не сокращается. Для того, чтобы достучаться до водителей, особенно тех, кто только недавно получил права, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. Одно из них состоялось в Славянском электротехнологическом техникуме. Со студентами Славянского электротехнологического техникума, многие из них уже получили права, другие только планируют это сделать, встретились сотрудники Славянской госавтоинспекции. Встречу они провели совместно с представителями службы спасения и скорой помощи. Именно люди этих трех профессий первыми выезжают на ДТП и видят все последствия безответственного отношения к правилам дорожного движения. Я пришла вам рассказать о том, что ДТП это очень страшно. ДТП разделяет вашу жизнь на до и после. И каждый из вас сейчас думает, что со мной это не случится. На территории Славянского района в том году погибло 33 человека. Трое из них дети. Я уверена, каждый из них из этих 33 человек думал, что с ними этого не случится. Но, к сожалению, дорога не прощает ошибок, не прощает вашего легкомысленного отношения к ней. И она наказывает, наказывает жестоко и больно. Такая форма профилактической работы называется краш-курс. Участникам дорожного движения показывают реальные фотографии с места аварий, которые произошли на территории района. В таких ДТП погибают люди, страдают дети, от машин остается груда металла. Задача страшных фотоматериалов заставить задуматься об осторожности на дорогах, которые не прощают ошибок. Также перед студентами выступили спасатель и работник скорой помощи, которые рассказали, что им приходится видеть на местах ДТП. Как тяжело переживают гибель людей, но еще тяжелее, когда не можешь им помочь. Основные причины аварии – это халатное отношение к правилам дорожного движения. Цена такой безрассудности – человеческая жизнь. И оказывается, есть еще страшные вещи. А остается вот здесь вот, и вот здесь вот какая-то незаконченная мысль. Какая-то тяжкая рана. Называется она угрязнение совести. Не за то, что это по неосторожности, а по глупости. Вот это вот чувство, оно будет преследовать потом всю оставшуюся жизнь. Может быть, не совсем о медицине, но о чем-то высшем главном. Подводя итоги встречи, выступающие еще раз обратились к студентам. Ценить свою жизнь и жизнь окружающих и ездить по дорогам, только соблюдая все правила дорожного движения. Жизнь дается человеку один раз в здоровье. Я вас очень прошу, берегите свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье близких и окружающих вас людей. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Анна Монастыренко, Станислав Барбыко, программа «События».